спойлерить я вам пока что все это не буду потому что тогда вам будет ну просто неинтересно смотрите вы будете сидеть такие типа если честно я не особо понимаю как он открылся он же вроде вот только недавно вот всем вот этим вот занимался то есть сразу вам понятно что релиз открытие и все прочие вещи подобно как вот было с киберпанком не нужно ничего переустанавливать и перезапускать телефон ну тут в общем-то все тоже так знаете более-менее понятно новое видео выходит каждый день в 20.00 ролик сделал при поддержке аризона рп вся дополнительная информация в описании что-то я вообще ничего не понимаю видели в чем дело пока я делал все вот эти вот обзоры на владислава пола кстати посмотрите если вы еще не видели потому что обзор просто замечательный просто обалденные блестящие восхитительные и много еще синонимов всех вот этих вот слов можно привести но в целом посмотрите обзор на владислава павлова там я не знаю не хватает по моему двух лайков до 100 лайков и общего количества в целом и все будет замечательно все будет круто и прям вот смотрите обзор он получился отличным прямо знаете на два часа все хорошо но дело в том что пока я делал весь этот обзор писал сценарий монтировал снимал какие-то прочие может быть вещи у меня там происходили я все вот это вот делал за все это время я пропустил много gta сам павских вот этих вот всех android новостей и начиная вообще с этой недели и со всех прочих недель я думаю нужно будет наверстывать немножко так знаете упущены после нового года будут ролики еще таки знаете более мета ироничные что ли более таки знаете уходящие куда-то вдаль либо в бесконечно большой либо бесконечно малой в общем-то куда-то они до могут уходить и их особо сильно не найти но спойли לח'ом пока что все это не буду потому что тогда вам будет просто не интересно смотрите вы будете сидеть таки типа пчо а зачем ты мне это все рассказал если бы тогда будет не интересно там 1 2 3 4 5 可愛евет ad allent me вот это вот будет не интересно смотрите me зачем все это рассказывают поэтому я не буду рассказывать что там будет а просто перейду непосредственно самой новости все дело в том что за то время пока я все вот это вот дело всем вот этим вот занимался, открылся бриллиант РП. Если честно, я не особо понимаю, как он открылся, он уже вроде вот только недавно вот всем вот этим вот занимался, и типа, ну вот только недавно там проходило ОБТ, только недавно они там представили весь этот свой сайт, неужели они уже, так знаете, открылись на более-менее такой финальной стадии? Я думаю, что это какой-то до сих пор возможно затянувшись немного ОБТ, но как лично мне подсказывает сердце, скорее всего, они уже открылись, потому что информация о том, ОБТ это или они уже все официально, или там вот что-то вот такое подобное они все сделали, неважно. Сегодня мы обсудим то, как открылся бриллиант РП что вообще было, с какими проблемами столкнулись люди и вообще все подобное. Началось все как это обычно и бывает, как там знаете, вторая мировая война, с поста ВКонтакте. Уважаемые игроки, из-за проблем с сетью и лаунчером мы переносим открытие на 17.00 За это время каждый из вас сможет зайти в лаунчер и мы исправим проблемы с сетью. Спасибо за понимание То есть сразу вам понятно, что релиз, открытие и все прочие вещи, подобно как вот было с Киберпанком, оно все немного, так знаете, отложилось на час позже, а если быть точнее, то на несколько минут позже, там 30... 85 минут, неважно. Но потом, как лично я понимаю, следующим постом уже все открылось Сервер Фантом и Кули Найнан открыты, приятной игры. Донат будет открыт ровно в 18.00 по московскому времени. Обязательно перезапустите лаунчер, если открыли его раньше запуска серверов. Подробная инструкция для тех, кто еще, но это все понятно что если у меня ошибка получения данных при запуске лоя от архива файлуре от Тимми Аут. Просто перезапустите лаунчер, дождитесь его загрузки. Не нужно ничего переустанавливать и перезапускать телефон Ну, тут в общем-то все тоже, так знаете более-менее понятно. Но потом появился и следующий пост. Сервера Фантом и Кули Найн стабильно работают и вы можете спокойно играть Донат будет открыт в 19.00 по московскому времени. Ну тут, бля, уже в 19.00, то в 18.00, то в 19.00, то хуй пойми вообще когда но ладно. Чтобы начать начальный квест, странное предложение но тем не менее. Не обязательно вставать на пикап расположенный возле NPC. Достаточно вести команду квест и кликнуть кнопку начать. Вам доступно 20 заданий с различными приятными наградами Стань одним из первых, кто выполнит их раньше всех. Ну там дальше желают приятной игры и всего прочего. Но потом случается в того же дня плюс-минус случается следующее Уважаемые игроки, некоторые из вас после перезахода в игру столкнулись с проблемой неверного пароля от аккаунта Уже скоро состоится технический рестарт сервера, после которого вы сможете сменить свой пароль. Донат будет открыт уже после технического рестарта. Желаю всем успехов и удачи. То есть, как вы можете понять из тех постов, которые я вам сейчас прочитал, все пошло немного так, знаете, не по плану. То там с серваком с сетью какие-то проблемы, то там кто-то что-то скачать не может, то там еще какие-то прочие вещи. В комментариях люди сразу же начали писать, мол, ой, сколько слов то было по факту обосралось. Ну, как-то обычно и бывает. Но, разумеется, открытие оно, как лично я понимаю, всегда очень хуевое, всегда очень плохое и ну, нестабильное, можно даже так сказать и подрассчитать все вообще все, как там вообще будет, это достаточно сложно и никто, видимо, не может все это сделать. И уже даже открытие доната переложилось на следующий раз. То есть, донат, то без чего сервер просто жить не может, оно переложилось вот куда-то там на рестарт, после рестарта и все прочее. Ну, забавно, странно и непонятно. Какой вывод мы можем сделать из прочитанных вот этих вот всех сообщений на данный момент? Можем сделать вывод, что все у людей пошло не по плану. И донат там, и открытие, и все вот это прочее. Рестарты там, и пароли что-то сбивались, и то, и сё, и пятое, и десятое, жила-была. Но потом, разумеется, было еще одно сообщение от Бриллиан ТРП, прям вот сообщение во весь этот день шли просто каким-то, я не знаю, ну, пиздец, как они шли. И чуваки практически в 8 часов, в то время, в которое у меня, по сути, должны выходить видеоролики, пишут нечто. Ребята, проблема с паролями исправлена. Можете смело заходить на сервера. Также в 20.00 мы полностью открываем донат. Ну и конечно же, сейчас не покладая рук, работаем над правками. Сейчас вы можете иногда терять соединение с игрой. Это только лишь потому, что мы настраиваем защиту, и она имеет некоторое ложное срабатывание. В ближайшее время вылеты прекратятся. Но чуваки, на все вот это вот, во все это вообще не верят. И один из самых отвечаемых комментариев пишет вот нечто подобное. Вот, то есть что пишет чел? Закрывайте сервер. Это открытие нам приснилось. На переработку сервак киньте и работайте над ним еще годик. Ибо по командам там сыро, что пиздец. Да даже банальные команды, которые есть на большинстве серверов, а у вас нет. Ну, а правильно на кой оно надо-то, когда донат есть. Ну, а как ты машину будешь находить? Я уже не ебу. И там много вообще проблем было. И разумеется, вот те, кто пишет нечто подобное, я думаю, они не особо вообще знают всю подноготную того, как все это сложно. То есть серваки все эти. Они очень-таки, знаете, сложные, трудозатратные. И как бы я не относился к РМП, не понимать того, что это достаточно сложный титанический труд, ну, невозможно. И сейчас непонятно, что будет. Может быть, сервак закроется на доработку. Может быть, они продолжат работать так, как они работали вот на данный момент. Может быть, будут еще какие-то все вот эти вот прочие вещи. Я не знаю. Но в целом могу сказать одно. То, что хоть открытие не задалось, но хоть кто-то поиграть смог. Это уже достижение. Это уже неплохо. И, наверное, я буду смотреть за тем, что там будет вриться дальше со всем этим бриллиант РП. Вы можете смотреть вместе со мной, подписавшись на мой канал. Тут ролики выходят практически каждый день. Иногда опаздывают. Иногда с ними там какие-то прочие вещи происходят. Не важно. В общем, заходите. Ознакомливайтесь со всей информацией. Я играл на проекте Arizona Роли Плей Феникс, IP, а также мой никнейм, а также вся дополнительная информация находится в описании данного видеоролика или не находится. Там же в описании есть ссылочка на мой телеграм-канал и много еще вещей там есть. Спасибо за просмотр видео, ролика. До свидания всем друзьям, коллегам и врагам. Субтитры сделал DimaTorzok